Исторический день. Сургутский район провел первый чемпионат УРФО по фиджитал-спорту. К тому же в Ленторе запустили и первую в России профессиональную программу спортподготовки в дисциплине джез-дэнс. Президент Национальной Федерации Фиджитал-спорта России Никита Нагорный присутствовал на обоих событиях и был впечатлен уровнем поддержки властями молодежного направления будущего. Чемпионат УРФО собрал в Барсово киберспортсменов из Свердловской области, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени три команды из Югры, геймеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Они выявляли сильнейших не только в компьютерных играх, но и в игровых видах спорта. В списке дисциплин такие новомодные, как ритм-стимулятор, это такой вид программы джез-дэнс, футбольная и баскетбольная двоеборья и другие. Я часто впечатлен в поддержке спорта, насколько активно все сейчас развивается. Да, в принципе, мне кажется, что в Сургутском районе практически все спортивные люди. Я говорил, что для меня очень важно, чтобы спорт был как часть жизни, как и для меня, так и для всех жителей нашей страны. Потому что нужно развиваться только физически и делать это с самого детства и не прекращать постоянно. Поэтому перспективы очень большие. Я рад, что Сургутский район один из первых, кто поддержал фиджетал. Никита Нагорный подчеркивает, в то время как к новому веянию в спорте многие относятся скептически и даже пытаются ему препятствовать. В Сургутском районе, наоборот, увидели, чем он может быть полезен детям. Первый в Сургутском районе компьютерный центр открылся еще в 2018 году. И с того момента муниципалитет стремительными шагами пошел впереди планеты всей. Пока другие еще только начинают знакомиться с этим передовым компьютерным видом спорта. В районе уже на базе Ленторской школы открылся центр профессиональной подготовки. И это еще не все. Ну и будем расширяться. Мы выиграли конкурс инициативного бюджетирования. Мы купили оборудование для гонки дронов. Мы покупаем VR-оборудование. То есть материальная техническая база растет. И у нас в ноябре уже запланирован фестиваль технических видов спорта. Это не только фиджетал, это еще и компьютерный спорт, это гонки дронов, это спортивное программирование, это мастер-класс. Это будет не просто турнир, это будет показательный турнир. Лучшие представители каждой дисциплины будут показывать, что такое цифровые виды спорта. Единственная в Югре киберарена сейчас тоже находится в Сургутском районе. А теперь муниципалитет еще и принял первый в истории региона чемпионат по фиджетал-спорту. Есть ли еще куда расти? С удивлением задают журналисты вопросы главе Андрею Трубецкому, который шутит, что теперь район нацелен на межгалактические турниры. А если серьезно, то все это не просто ради медалей. Это не ради достижений, для того, чтобы детвора в каждом поселении могла приобщиться. К новым, современным, в том числе и видам спорта. Я вот до недавнего времени даже не знал, что такой спорт-то есть. Как для человека, который всю жизнь занимался традиционным спортом, в классическом спортивном зале, оказывается, вот есть и такой спорт. Главное, чтобы теперь футбол, волейбол, хоккей, бокс, атлетическую гимнастику не занимали слежа на диване. На открытие турнира в Барсово приезжал президент Российской Федерации фиджитал-спорта и олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный. После власти района обсудили с ним перспективы развития этого направления в поселении. Договорились о следующих турнирах. А еще амбициозно подтвердили свое намерение стать ведущей площадкой не только в УРФО, но и в стране. От слов уже приступили к действиям. Сейчас власти продумывают, как лучше реализовать эту идею. Мы же строим в каждом поселении молодежные центры. Вот одна из идей, которая прозвучала, что как дополнительный блок молодежному центру, то есть вот и такую спортивную площадку для фиджитал-спорта. То есть условно там небольшой компьютерный зал, ну и крытая площадка для игровых видов спорта. Они построены везде, то есть вот сейчас в Ультьягу не заканчиваем. То есть дооборудовать молодежные центры вот площадками для занятия фиджитал-спортом. В поселениях района компьютерным спортом занимаются уже более 500 человек. Речь не про игры для развлечения, а интеллектуальные занятия и полноценные тренировки. В начале этого года в центре спортподготовки «Атлант» прошли первые в стране учебно-тренировочные сборы по фиджитал, после которых отправились в Москву на турнир и вернулись домой с победой. Регионы равняются на нас. Сегодня приехали коллеги с субъектов Уральского федерального округа. Есть чем поделиться на самом деле. Все, что касается Сурджинского района, у нас действительно, мы уже на два шага впереди, наверное, планеты вся. Если в 2023 году только появилась фиджитал-спорта, то мы уже за это время успели провести тренировочные мероприятия. Действительно, это первое тоже в стране. Мы провели несколько турниров и действительно, ну, шагаем. Чемпионкой в «Джесдэнс» стала Анастасия Гафонова из Федоровского. В следующем году она поедет на «Игры будущего» в Казань. Это международный мультитурнир, в котором объединены классические и цифровые виды спорта.